Морф, Висп, Баунти Хантер, сигнатурки LGD, Кунка, Чен также забанены, Бэйн, Найт Сталкер, Элдер Титан, видим плотное трио героев, скорее всего Найт Сталкер отправится у нас в такой доте в оффлейн, ну а LGD покажут нам своего фирменного Сларка, ура, наконец-то, дождались, то как-то сегодня его все не было. Скаймаг, Леший, Акс, ну хороший инициатор, хороший герой в мид, правда непонятно кто это будет, но скорее всего Сомнус на Лешаке под поддержкой Скайрес Мейджа, который может вешать Эншин Силы, магии там будет просто размалывать. Ну и остается кэрри для, остается нет, остается у нас четверка для FY, как я понимаю, либо для X новой пятерки, если FY будет на Скаймаге. Первое, что приходит в голову, в пейс Салес Войд против Сларка, один из неногих коров, которые способен его байдить на любой стадии игры. При этом у LGD пока нет ни одного сейвера, который мог бы каким-то образом помогать Сларку выбираться сухим из воды, и в данном случае ТНС решили не уходить в лейд, а просто пойдут пушить с Ликонтропом. Такой легкий улыбн против Сларка. Окей, пусть будет лэн, замес у них пока более-менее, агрессия на довольно-таки высоком уровне. Так, я сейчас кое-что проверю. Один момент. Ну суперсильные, ну суперсильные на самом деле герои, такие прям мегаплотные, но действительно в лейте у них шансов не так много. Да, также, ну из неприятных новостей, Вега, ну я не помню озвучивал я это или нет, но в общем Вега, всё, официально. После поражения от Вичи Гейминг на первой карте, Вега не в состоянии бороться за выход в следующий раз. Бывает, 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 а я короче кое-что проверил, в общем Ликонтроп. Тина, еще раз, еще раз, ты пропал на секунду. А, вот, Ликонтроп ночью дает в два раза больше бонусов своим хаулем, своей команде и всем-всем-всем, и в данном случае Тиньси просто пойдут давить. Ну, учитывая, что в этом пике есть Сларк, учитывая, что в этом пике довольно-таки лытовые персонажи, Тиньси заинтересованы в том, чтобы раздавить противника по-быстрому. Да, ты хорошо вспомнил, потому что мы зачастую видели в свое время, как Найт Сталкера контрпикуют, так сказать, Ликаном или наоборот, потому что Найт Сталкер ночью получает преимущество, но и Ликан получает преимущество. А здесь Ликан, Найт Сталкер в одной команде, они получают удвоенное преимущество, то есть Найт Сталкер ночью сильнее, и от Ликана он получает, от Хауля. Возможно, даже стоит задуматься Ликану над тем, чтобы качать не волков здесь, а вот Хауль, как в старые добрые времена. И просто с Хаулем, тому же Драгон Найту, тому же Найт Сталкеру давать такие бонусы, ну, супер прочный пик. Нереально толстые герои, которые могут засноуболить, и если эти герои засноуболят, доживут до БКБ, я не представляю, чем их убивать. Герои на четверке, вот так вот. Жестко, они просто побегут с Ларк вместе. С Братрором побежут убивать оппонентов, а ТНС просто пойдут пуши с Ликантропом и Драгон Найтом. Ну, короче говоря, если они соберут БКБ, то их будет останавливать Икснова на Спиритбрейкере и Челис на Аксе. Это два прочных героя, которые попытаются для Лишака, для Скайрос Мейджа и для Сларка создать максимум времени, пространства. Ну, конечно, пик ТНС выглядит грозно. Мне нравится, когда ТНС играют вот так вот, потому что ТНС очень любит играть как Минески. Выходить в какую-то невнятную нагу, что-то делать, выходить в непонятный лейт и заливать по 30-40 тысяч преимуществ. Я напомню, что эта команда, которая на первом мейджоре, на которой отобралась, залила 34 тысячи преимущества, на втором 26. И причем это все было в ключевых играх. Но в целом их игра смотрится все лучше и лучше. И сейчас бы я их поставил получше, чем Минески. Да и уже и давно я их поставил повыше, чем Минески. Просто Минески каким-то образом вот раз за разом включаются в нужные моменты, скажем так. Жестко. Ликантроп ночью. Ночной ликантроп. Как известно, оборотни... Смотрел я как-то в детстве фильм про оборотня. Не знаю, правда, как мне удалось его посмотреть, учитывая, что родители бы узнали и ни за что не разрешили. Но я помню, что там главный герой не мог себя контролировать и просто постоянно просыпался, ничего не помнил. И в один момент он, превратившись в волка, откусил кому-то голову. Какой-то супер страшный фильм. Возможно, это отсылка к ликантропу, который умирал без головы долгое время в доте. Рэйвен будет на ликане играть, Армель на Драгон Найте. И в офл-линии у нас СМХ. Ну вот они, три столпа, так сказать, три силовика. Тимс. Неплохо бы Тимсу подбанить вот этот спаун. Чтобы ЛЖД подбанили против него, иначе он будет собирать много урона. Так, и баунти-руны. Смотрим. Челис. Не дают подойти ку-ку, своровать баунти-руну. Две забирают ЛЖД. Три забирают ЛЖД. Линия верхняя довольно-таки неплохая у ЛЖД. Скайрос Мэйдж и Акс против Найт Сталкера. На нижней линии ликан плюс Элдер Титан тоже сильная линия. Но у Сларка есть Реген сейчас. Он хотя бы сможет хоть что-то делать. И, конечно же, с ним Спирит Брейкер. 852 хп, 65 урона. Совсем неплохой суппорт. Ну и в миде Армел против Мэйби. На его сигнатурке, на его излюбленном лишачке. Самое интересное будет снизу. Потому что здесь довольно-таки взрывной лайнап. Здесь Элдер Титан, Бэйн и Ликантроп. Очень опасные трипла. Которые нереально жестко наваливают под Хаулем. И самое забавное, что против них стоит два милишника. Спирит Брейкер и Сларк. Да, вот Бэйн вносит дисбаланс на эту линию. То есть Титан и Ликан еще куда не шло. Но учитывая наличие Бэйна. Качается линия. Амия хорошо добивает крипов под вышкой. Чувствуется опыт. Его в этом нелегком деле. А, Мэйби не попадает с Таном. Так, на нижней линии опять пошел замес. Не дают, не дают подойти к крипам. Даже получать экспириенс. Титан под действием своего духа находится. Сларк пытается, пытается переагрить на себя. Хотя бы кого-то. Тангусиками, мангусиками. Отхиливается всем, чем только можно. Да, за каждого крипа война буквально идет. Так, ну и на верхней линии СМХ. Здесь Акс должен забирать вообще все. Возможно Аксу стоит прям зайти за вышку, не знаю. Как в старые добрые. Ну а почему бы и нет. Но пока он этого не делает. Ну, оптимально всего снизу Элдар Титана получить второй уровень. И после этого он превратится в хорошего Ромера. То есть он может позволить себе зайти на центр. Понапрягать лишь Рачка. Он вторым уровнем довольно-таки неплохо отжимает баунтируны. Потому что у него появится стан. И соответственно в этот момент остается Ликантроп вместе с Бэйном. И они вдвоем хорошо разваливают Сларка и Спиритбрейкера. Но, как только на эту линию приходит Скайрос Маг, все резко меняется. Вот теперь нужно звать Бэйна обратно на линию. Так, Спиритбрейкер. Здесь тригероя. Спиритбрейкер бежит в Инвизия. Врезается в Тимса. Ну слушай, Скайрос Мэйдж выносит наоборот равновесие на эту линию. И теперь уже не похарасишь. Теперь это уже 3 в 3. Самое главное, чтобы Скайрос Маг не подставился. Его задача ставить сзади и впитывать Спиритбрейкеру. Пока Спиритбрейкер впитывает, Сларк бьет и набирает стаки. Ну и вот он, процесс пошел. Тимса замедляют, но он под бафом Астрал Спирита уходит. Хотя, а вот Куку не уходит, судя по всему. Ловит баш. Стомп. Куку. Отхиливается. Буквально еще один удар. Все, Куку погиб. Ферстблатык снова забирают ФБ на Куку. Также просаживают Тимса. Также СМХ. Спиритбрейкер продолжает наваливать своим Кадилом. Ну, в общем, они слапнули линии. Ну, во-первых, криво, потому что два героя осталось на льду. Почему-то решили подраться против троих. Как бы они подстали, что, естественно, делать ни в коем случае нельзя. А во-вторых, Ликантроп будет стоять против Акса 1x1. И Акс любит миличников. Акс их обожает. Вот так просто сбегает. Может в наглую фармить крипов. Потом еще в наглую фармить нейтралов. Кстати, тут дабл стак. И вот так вот просто вводит и фармит это и то. Четко. И фармит он больше, чем Ликантроп. В этом случае. Намного больше. При этом у него имеется стол Ring of Hells. Он очень скоро купит Vanguard. И если вот так вот Акс бы стать против Ликантропа, то Акс на фармит намного больше. Да, в общем, решили слапнуть линии. Не совсем понятно, кому это на руку. И наверх приходит Ами. Ами не хочет стоять с Сталкером. Или, возможно, они хотят Рейвена вообще убить. Нет. Акс летит вниз. Оказывается, снизу. Хочет стоять против Сталкера. Именно. Ами хочет стоять против Рейвена. Хочется им. Что поделать. Так, а какая раскачка у Рейвена? Он качает волков. От Хауля пока не так много толку. Да, Хауля пока нет. Волки довольно-таки неплохо чувствуют себя на линии Сларка. На самом деле, я немножко удивлен, что Акс убежал с этой линии, потому что, в общем-то, он мог бы стоять против Ликантропа и прекрасно себя чувствовать. Ну, скорее всего, Сларк очень не хочет стоять против Нейт Сталкера. Я так понимаю, у Акс-то... Так, Акс получает стомп, колл. Ну, я бы сказал то же самое и Пракс, он, наверное, тоже не очень хочет против Триплея. Да. Топ крест. В общем, тут, как бы, тяжело будет и Аксу, и Ликантропу. Вот если выбирать, кому... Ну, вот кому нужен фарм, то Ликантропу фарм нужен больше, чем Аксу. То есть Акс, он, как бы, инициатор, он должен прыгнуть, заколить. Ну, дальше, как бы, пусть его коры разбираются. А вот Ликантропу, чтобы эффективно себя проявлять по игре, ему необходимо фармить. Пока фармит он очень мало. Ну, Кривстат у него хороший. Вот Акс, немножко погорячился. Он в своей команде топ-1, но если он будет стоять на этой линии 1, то ему будут активно мешать. Я вот смотрю на этот пик и думаю, Ликан, Феррол Импульс, плюс куча Регена. Драгон Найт, Драгон Блад, плюс куча Регена. Не пробить ни Лишаком, ни Скайра с Мейджем. Ну и Найт Сталкер, у которого Реген неплохой, базовый, но он еще взял себе 2 манга. Да, это нынешняя мета, нападение на Драгон Найта. Драгон Найта вырубают в центре, по крайней мере, пытаются, но у него были стики, и он выживает. Забирает Спирт Брекера в ответ. И ответ на этот вопрос есть, Вова. Да, это новая мета. Некоторые герои слишком хороши на линии, и ими очень легко стоять. Сейчас фактически каждый миличник может просто прийти на линию, купить топорик, допустим, как Драгон Найт, и вообще не париться, нечего. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Найт Сталкер. Найт Сталкер. Просел. И Драгон Найт проседает. Да. Ну, пульс нова слишком жесткая. Вот как раз-таки реген регеном, но за счет чего Лишак хорош? За счет того, что пульс нова не прощает. Если пульс нова имеется, то в прошлый раз не добил, потому что Элдер Титан смог дать хорошее хостом. В этот раз Драгон Найта уже не отпускают. Если Спирит Брекера отдали бог с ним, он побежал, там, резнулся, за него дали мало, то фраг на Драгон Найте это ценное. И Лишак и дальше будет. Еще пройдет некоторое время, прежде чем Лишака можно будет вот так легко вырубать. Тем более, что Мэйби очень опытный игрок на этом Лишаке. Он постоянно... Он как бы... Герой, которого очень легко забрать, если он подставился. Но если он вбегает, когда нет времени его фокусить, это просто жесть. Потому что он наносит такой урон. Вот, например, сейчас, смотрим. Выход на Тимса. Или они хотят забрать Ликантропа. Бежит. Не могут своих забрать. Да, они видят. Они видят. И можно переключиться. Нет, они просто забирают Ликантропу наверняка. Пульс нового. Неважно, что ты там пытаешься сделать со своими эхо-стопами. А я-я-я-я-я, и 2-ти голды убежала. Смотри, за Ликантропу дали 183, а вот за этого саму надо 2-ти голды. Да, вот так вот. И его добить. Его очень хочется добить. Титана хочется добить. И его Элдор Титана. Подожди, подожди. Ну, Крип, Крип надо по-любому забирать, потому что Крип сочный, Крип мягенький. И нужно его убить. Все. Скоро Смак уже пошел, нужна одна молния от Лешрака, и ФВай пойдет до конца. Тычку. По-моему, выживает. Не умрет. Она отрегенится. Не хватило молнии от Лешрака. Да. Крикулейт. Тем временем нашли Спирит Брейкера. Будут его забирать. Делает ТП. Найтмара нет. Есть Брэйнсап. Забирают. Ну, пока размениваются на Спирит Брейкеров, Лешрак-то фармит и забирает героев. Сларк потихонечку поднимается. И Акса тоже не трогают. Акса девается у него. Вангварда еще нет, но скоро будет. Да, Сларк много. Для такой игры Сларк много набирает. Ни о каком давлении здесь не идет речь. Сларк пока что чувствует себя слишком хорошо. Тимсы начинают разминать. Спирит Брейкер уже бежит сюда. ФВай ловит орехи. Идет дальше. Тимс понимает, что его как-то слишком круто видно. И забирают его. Не успевают прожать стики из-за того, что вылетает баш. Икс снова. Много хп, но должны его здесь забрать. Икс снова. Прячется. Приводят врагов к ФВаю. Найтмар. ФВай убегает. Икс снова вместе с ним. А Сларк подходит для того, чтобы срезать веточку. И дать Скаймагу пройти. Отличный тимплей. Потому что у Скаймага уже тангусики кончились. Прикольно. Вот так вот. Вот в кэри. Когда уже заботится о своих суппортах. А суппорты о кэри. Дота. Дота. Так, ну пока день. Сларк радуется, он фармит, он не боится найт сталкера. Пока день найт сталкер будет рад зайти на легкую линию пофармить. Раз уж найт сталкер фармит на легкой линии, то ликантроп может позволить себе уйти в лес. И там он будет фармить ничуть не меньше. Там он будет все нормально чувствовать. Вопрос лишь только один, где получать экспу бэйну. Как бы бэйну до следующей ночи нужно обязательно получить шестой. Ну, вариант популить, но он получит мало. Вариант. Не знаю, какой еще вариант, но больше вариантов нет. Вот он видит Сларка, Сларк наглый приходит, забирает его стаки. Ну, энчентов, он пытается их добить ручками, но бэйну тяжко. Ему негде взять шестой, вот даже приходится тратить брейн сап, чтобы забрать маленькие части эксп. Да, беда. Бэйн, бедняжка, прям бедный родственник. Но зато у него есть команда, и команда находит Акса. Акс. Акс, получается, станс. Акс успевает нажать на кол. Да. Да, его пробивает, Зоин. А тут временем находит Бэйна. Бэйн найден, Бэйн погиб. Сларк уходит в Шадоу Дэнс, отрегенивается, Найт Сталкер. Найт Сталкер прожимает ночь, сразу же убегает. По итогу Лишрак все это время стоит на центре и кайфует. Он по-прежнему продолжает фармить. И является топ-1 по Нетворцу в своей команде. Прожимает диаболики, сбегает под вышку, но тут же делает телепорт Бэйн. Далеко пошел Спиритбрейкер и его забрали. Я думаю, скорее он пытался не дать в обиду Лишака. То есть он побежал так, что отрезал все пути наступления на Лешева. И это самое главное для него. То есть, чтобы Лишак оставался жив. Потому что Лишак 920 хп. И упадет он очень быстро. А дадут за него существенно больше. Денают вышку. Я вот хочу посмотреть, проверить заодно для себя Сларк. Сларк герой и его... Да, из небольших плюсов. Если не брать ночь Найт Сталкера... Тем временем Бэйн у нас забирают на миде. Подставился. Если не брать ночью... Сларк ночью видит больше. Да, он видит ночью столько же, сколько и днем. Немного героев видит так. То есть, фактически, Сларк видит и днем 1800, и ночью 1800. Единственное исключение, это ночь Найт Сталкера. В которой он видит, ну, так же мало. Потому что это особая, так сказать, ночь. Но это значит, что Сларк не так-то просто к нему подойти. И он всегда тебя заметит. Ну, не говоря уже о том, что у него пассивка может отключиться. Но даже если вот он что-то фармит, Найт Сталкер только из-за каких-то... Каких-то кустов Смоука от LGD. Они уже наверху. Кидают Конкассив. Велдер Титана. Сларк съедает. Пошла борозда. Сларк пытается уйти. Есть ульта. Два героя не попадают под борозду. Просто стоят. Драгон Найт в позиции. Но Стана нет. Перед Брейкер приходит. Ульта Скайрес Мейджа. Краешком цепляется Мейджа. И отступают. Все. Просадили весь свой Мак урон. Нужно уходить. Ами битый. Ами уже Шадом Улет. Очень быстро. Для такой игры, где у него такая непростая ситуация. Уже Шадом Улет. И Шадоу Блейд появится в минуте на 15-16. Бейн. Можно за Найт Марить и СДД побить. Приятно. Но не хватит урона. Бейн, кстати, наступила ночь. Он все еще не шестой. Ты вот говорил, что нужно. Ну, желательно, да. Потому что, допустим, Скайрес Маком справился. И сейчас будут активные действия. Сейчас Насталкер имеет восьмой уровень. Он будет рад с кем-то кого-то убивать. Но Бейн это сделать не может. И, соответственно, с собой нужно брать, ну, например, Элдер Титан. А Элджди готовы убивать. Элджди имеет коровку. Элджди имеет еще тока, который прекрасно разваливает под дебафами Скайрес Мага. И они как-то сейчас смотрятся поувереннее. Оли Контроп. Мед книжку Левел Ван. Так, книжка Левел Ван. Нужно реализовать. Нажимают на смок у Бейна. Имеется еще один смок. Имеется парочку вардов. Ребята пошли искать. И было бы здорово, если бы они убили Сларка. Но как раз вот из того, что Брейн и шестой сейчас Сларка очень трудно подцепить. Да, Бейн, конечно. Вот немножко не хватило, да. Но они могут подцепить Скайрес Мага. Как бы тоже неплохой лов. Но это Саппорт, четвертые позиции. Но это мало. Сразу много времени потратили. То есть, 190 галды заработали. Асларка вообще нормально себя ощущает? Асларк, да? Что-то амулет, все. Асларк, он кайфует. Хотя бы был близок к тому, что... Не-не-не, его не видно. Он в амулете был. Там нужно было просветку использовать. Короче, он максимально защитился. То есть, даже если его нашли бы, только с просветкой могли убивать. Ку-ку. Интересная позиция. Да, это вот Бейн рискует. Улишерака имеется и ул, но... Слипом. Вышечку ребята бьют, но некрачи все еще имеются. И почему-то пока их волк не вызывает, он стесняется. С некрачами забирать вышку. Он не может вызвать некрачей, пока на него смотрят. Спиритбрекер влетает в танковый Челис. Сбивают Брингдаггер с Челису. Отличная игра от Найт Сталкера. Спиритбрекера должны забирать. Да, забирают его. Челис. Челис заходит. Челису не дают сделать кол. Он делает кол. Не агрит никого. Элдор Титан. Борозда снимает ему все ХП. Челисы забирают. Минус 2. Следом Фай. Фай тоже погибает от Ликантропа. И никто не сплитпушит. Никто не фармит. Все находятся здесь. Они просто пошли в атаку, но немножечко криво пошли в замес. Естественно, нужно первому прыгать Аксу. Ни в коем случае не бежать Братрому, потому что Братрому очень легко остановить. В итоге Братром ворвался, ничего не сделал. Акс там не смог ворваться из того, что ему сбили блинк. И все пошло максимально. Ну это Челис. Ну вот это вот, это его сигнатурка. Вот это вот. Постоять, получить тюрну, получить воид. Потом побегать, побегать. В итоге сделать блинк, но не успеть сделать кол. Это Челис. В этом он весь. Как и большинство китайских оффлейнеров. Четыре баунтируны за ТНС. Две тысячи плюс преимущество. Но я могу поздравить команду LGD. Они сделали игру для себя сейчас максимально трудной после этого драки. Потому что с небольшим вот этим преимуществом Драгон Найт сразу блинк берет, чтобы максимально агрессивно играть. Вторая книга Оликонтропа. Была Азбука. Купил еще букварь. И... Ну как бы тяжело. Здесь нужно много артефактов. Мы отмечали, что пик жадный. И если эти герои получат Блэк Кинг Бары, я не знаю, как их разваливать. Лишрак должен сейчас делать максимум. Максимум гангов. Максимум вообще, ну, всего, что только можно. Вот 14 секунд до конца дня. И может быть стоит. Выход. Челис. 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 Твой любимчик. Челис. Мэйби. Финс грипп. Мэйби погибает. Спирит брейкер врывается. Знатно ворвался. Жалко, что... Он толком даже не отвлекает время. Не идет реверс инициация. Да, просто не идет реверс инициация. Канни продолжает фидить. Причем они довольно-таки жестко фид. Потому что умирает рядом с Рошаном. В итоге это минус 4, еще плюс Рошан. И ТНС берет хороший темп. Вот так вот еще пару раз подраться. ТНС заходит на возвышенность и забирает бараки. Бэн в инвизи, но у него нет фид с гриппа. Да. Ну, можно дать слип и заднайдь вышку. Можно позвать Драгон Найта. У которого есть блин. Насталкер так-то уже рядом. Он тоже даст стан. Он даст саленс. Ну, тут... Нужен ДК. Нужен ДК с блингом. Тут еще. Вот-вот, летит. ДК летит. Нужен сон после Дарпакта. Успел. Поставил сентри. Драгон Найт подходит. Станчик есть. Хорошо. И лупим его. Да, хорошо. Ку-ку. Отлично сыграно. Прям идеально сыграли. В итоге минус пять. Ну, Чилис... Чилис идет. Идет вот по этой речке. Где нет никакого вижена. Против Найт Сталкера. Каковы твои шансы выйти ночью против Найт Сталкера? И вот он врывается уже днем. Днем гораздо проще врываться против Найт Сталкера. Потому что ты видишь соперника в одно время. А если ты видишь Найт Сталкера, то, скорее всего, он не видит тебя. Потому что Найт Сталкер, в отличие от Сларка, Он хорошо видит ночью, но плохо видит днем. Его глаза не приспособлены для дневного света. Это создание тьмы. Но Акс это создание... Такое. Не интеллектуальное, а создание для битвы, скажем так. И он просто хочет врываться. И ночью, и днем. И особо не думает о проблемах насущих. Реагирует неплохо. Спиритбрейкер. На этот раз у Акса получилось. Ну что, а будет контр-врыв? Будет. Еще не просыпается. Финцгрипп на Скаймага. Тем временем Сларк поймал Ликантропа. Ничего себе. А рыбка это тебе по зубам. Спиритбрейкер неплохо взлетает. Вдвоих Чилис уже здесь. Но хватит ли урона? Сомнус. Сомнус поднимает себя в юл. Но урона кажется все-таки не хватит. Да, Сомнус погибает. Вошла бразда. Чилис. Наступает в трещину. Чилиса забирают. Как же они любят танцевать в Вирсплиттере. Да, как же они их месят, боже мой. Пуча жира идет. И по-прежнему люди пытаются с ними бороться. Хотя, ну, как-то они уже потеряли момент, когда они могли подраться. Счет 8-18. И все преимущество на стороне ТНС. Хорошо все сделали. Лишак нанес 3-400 урона. Но этого уже не хватает. Чилис просто не может никого разрубить. Да, там уже у Драганда 2000 хп. У Ликантропа 2300 на 18 минуте. У нас Талкер 1700. Герои прочные. Они подфидели неплохо. Одних и вторых. И нужно тебе как-то поиграть от Сларка. Как бы у Шадоблейд, он дает не так много бонусов за месяц 5 на 5. Но он очень хорош в ганге. Соответственно, нужно кого-нибудь найти. Нужно там рядышком подойти с Кайра с магом. Может быть, прибежать к коровке. И сыграть от минусов с Ларк. Но не 5 на 5. 5 на 5 в крайнем случае. Это то, что мы видели с Витчей Гейминг. LGD сегодня уже играли две таких карты. Когда стенка на стенку. Но очевидно, что сейчас стенка ТНС, она просто вот не хватает. Помнишь, как было в Маниле? ПГЛ Батл Вью. Когда показывают хп одной команды и другой. Мне кажется, здесь просто хп банально у ТНС в 3 раза больше. И там почти всегда побеждала команда, у которой было больше жизни. Вот просто вот эти полосочки, помнишь, кубики там. И у кого было больше жизни, тот и побеждал. Ну и сейчас просто LGD как-то выбились вообще из колеи. Они перестают адекватно реагировать на происходящее. Акс просто подходит, получает лицо стан и погибает. И ТНС заходит на Т3. У них есть Некро-3, Волки. У них все есть. Ну и минус Skyros Mag. Если Dragon Knight, не хватило. Да-да-да, хватит. Есть же яд. Солнеча поймали. Солнеча паят, раздавили. Куда-то они стопчут на базе по Т4 на 20-й минуте. Жесть. Чемпионов прошлого мейджера. Но ТНС, отмечу, что ТНС на том турнире не играли. Я понимаю, да. Но потому что как жестко-то они играют-то. Ничего себе. Как Бэйн за Nightmarial-с. Чемпионов пушат. То есть пока-то ошибок от них особо не видно. То есть они просто бегают и играют в свою доту. Они понимают, что нужно делать их героями. Конечно же, там есть некоторые проблемы у Бэйна. Но это его, в принципе, его судьба. Умирать ради того, чтобы погиб Сларк. Сларк мог уйти. Но вместо этого он просто решил остаться. Ну, хотя не факт, что он ушел бы. Он просто разменялся хотя бы как-то. Что миды нет. Да, но в любом случае Бэйн красавчик. В очередной раз питал урон. В очередной раз ЛЖД не знает, что им делать. Как им играть. Я по-прежнему считаю, что Сларку нужно постараться убить хоть кого-то, пока ТНС просто в наглую не зашли, не забрали вторую сторону. То есть играть либо 5 на 5 на своей базе по Т3. Пятером, защищаясь. Либо ганнуть. Две опции. Третье его не дано. То есть где-то драки, допустим, не знаю, 4 на 4 вот здесь. Там, не знаю, 3 на 3 вот здесь. Или 5 на 5 вот здесь. Они вообще не котируются. Они просто слабее по всем параметрам. Так. И БКБ. Все, Лешрак может вешаться. У Драгон Найта появился Блэкинг Бар. И у Драгон Найта вообще неприлично много для 21 минуты. Блинк, ПТ, Блэкинг Бар, Барабаны. 21 минута. Ну, как и у Ликандропа. Тоже скоро у Блэкинг Бар. У него тоже неприлично много. У него 7,1,9. Ночь? Да, 16. Ночь, Найт Сталкер идет. Кого бы он находит? Чилиса. Чилис уходит. Но здесь Элдер Дитар. Чилис уже не уходит. Чилис. Он уже все. Да. Чилис можно продать. Чилис Спейсер. Ну, кстати, Амия продолжает неустанно уже 20 минут давить нижнюю линию. Ну, он как раз делает. Он старается. Он старается как-то раскачать линию. Он старается стянуть на эту линию там какого-то персонажа. Потом пойти наверх стянуть на другую линию персонажа. И, соответственно, нужно попробовать хоть где-то, ну, поиграть вот в макро доту и заставить противника ошибиться. Ну, через этот он одетый. Кая. Ну, это максимум урона. То есть просто попытаться хоть кого-то вырубить. Понимаешь, что нужен урон. Просто любой ценой. Вообще 12-й уже нужен по-хорошему. Иначе ультимейст Лешрак слабый. Ему нужно максить Ancient Seal. У него в команде Лешрак. У него максить кран кассив. Необычно. Ну, окей. Но вообще нишить сил нужно максить Лешраком. Потому что чем выше Ancient Seal уровень, тем больше дамажит Лешрак. Чем выше Ancient Seal, тем больше у Лешрака сил. Красиво, Владимир. Красиво. Цитаты великих. Запоминайте. Эта дота простая. Вот у меня так ученица по музыке учила ноты запоминать. Найс. Надо... Ассоциация. Ассоциативное мышление. Ассоциация. Так, ну Тинниси близки к тому, чтобы зайти и катком пронестись по нижним баракам. Естественно, LGD, когда вот если они подойдут от пятером, то LGD нужно быть наготовен. Но, возможно, Тинниси не будут рисковать. Возможно, они не будут играть в пупе. То есть повторять ошибки пупе, которые у нас любят за хайфер-хэграунд без айгиса и без айгиса. Хотя, там, ну, пройти пару шагов. Берешь айгис сыр и рефрешешь арт. И, соответственно, они просто подождут, когда появится айгис сыр. Следовательно, у LGD есть немножко времени, чтобы повардить. Вот. Повардить. Скаймак забил, я бы сказал, что он забил Арканболт на Эншент Сил и фармит себе еще Аганим. Ну, Аганим это просто там. Я вот просто, да, вот тебе, знаешь, сразу вспомнил Йоку с Эпицентром. Там, да, никаких вейлов, никаких бафов для Шака, просто Арканболт. Либо-то, я втащу. Да, либо-то, я втащу. Говорит, Эфай. Ну, знаешь, здесь уже, по-моему, надеяться на чудо, что каким-то образом ТНС потратят свои БКБ в никуда, и после этого врывается Скайросмаг. Ну, ДК, допустим, вот он просто весь Скайросмага, мистера две брони. Мистера две брони плюс три. Вот сейчас мистер две брони. Он просто врывается в него, дает ему стана, он умирает. И... И все. Очень трудно ошибиться, да, очень трудно ошибиться. Все слишком просто для Драгоннайта и для Аликантропа. Аликантропа, он просто побежит на Скайросмага, и Скайросмаг даже не сможет ультимейт дать. Потому что он просто побежит, и у него слишком большая скорость. Так, сплитит Сларк, вместе с ним еще и Лишрак, и Спирит Брейкер. Ну, у меня-то не смогут. ДК, Аликан. Ну, они пока просто сплитпушат, пока у Т2 драться за Т2 не вариант. Они знают, что ТНС не хотят идти в Т3, потому что иначе бы они уже давным-давно напали на Т3 снизу. И, соответственно, они просто фармят в игровое время. Вот, они наконец-то начинают играть в ту самую макро-доту, в которую нужно будет играть с самого начала. Но, к сожалению, сейчас они слишком сильно отстают. Да, то есть, если посмотреть по графикам, они перестали двигаться вниз. То есть, потихонечку, но что-то начинает ЛГД там, ну, держаться где-то наравне. Вот там вот 12 тысяч, осталось только 10. Вард, поставлено. И врыв. Но вот... Спирит Брейкер. На горке. Все, на горке он останется. Хотя, неплохо, неплохо пытаются пробить. Нет, слишком мало урона. В итоге падает Акс первым. Лишрак дает стан, ни в кого не попадает. Поднимает себя в Юл. Байбэк от Акса. Сларк уже сдох. Ну, это просто мясорубка. Вот, они просто напали. Вот, посмотри на их хп. Они были близки к тому, чтобы... Я не могу посмотреть на того, чего нет. Да, они были близки к тому, чтобы убить Насталкера, но они умерли все за него. Вот настолько сейчас сильные ТНС. Причем, там ничего даже сложного нет. Они просто нажимают на блэкинг бары, рэклик, и все. И победа. Слишком много урона. Слишком больно бьют. Еще и Спирит Брейкер ворвался, застрял на горе. Ну, все максимально, не слава богу, получилось. Ласт пик Спирит Брейкер. Чилис. Чилис. 1-9. Ну, был момент, когда могли пойти и гангать с магическим уроном до появления вот этого супер-жира. Но, как раз-то, что-то и получилось. Да, могли, могли в какой-то момент пойти, пока в пятером им забирают вышку, пойти и фармить. Но приняли решение не просто в пятером стоять и смотреть, а еще и подраться и проиграть драку. То есть, в итоге отдали и вышку, и ничего не запармили, и еще и подфидели сами. То есть, максимально все плохо. Это 1-0. Ну, там суммарно за две драки было минус 8 героев. И 9-10 забрали еще вышку и еще Рошану. На самом деле слишком много, это фактически шахамат. Обычно, ну, раньше, когда вот так вот люди отдавались два раза подряд, еще отдавали Рошана и вышку, они проигрывали сразу. Потому что это турбофит. Ну, Сварк пытается. Он пытается убить Найс Сталкера. Вот он его массажирует, массажирует. Найс Сталкер сказал спасибо. Там, почеши мне здесь, почеши там. А потом взял и прогнал тайсику массажистку. Ну, все. Лёгенькая. Хорош. Да. Ну, в общем, вот раньше, когда так вот люди фидели, вот так вот просто вот напали раз, в 4-ом умерли, два в 4-ом умерли, они сразу поигрывали. Ну, потому что это не делал так вот, просто фидить, фидить, фидить. И после этого, ну, как правило, команда не имеет права на камбэк, потому что, ну, нельзя вот так вот просто бегать и умирать на родном месте. Ну, и ТНС, естественно, просто получили преимущество, просто его закрепили. И ТНС большие-большие эмоции четко сыграли. 28 минут. Ну, ТНС у нас мастера по ничьим, поэтому тут еще не ясно. Пик, конечно, ну, изначально было видно по пику, что пик очень хорошо давит. Одна смерть ДК, одна смерть Ликана, ноль смертей Найт Сталкера. Лишрак не смог ничего сделать в начале игры. Ну, а дальше, как только появились БКБ, как только появилось слишком много артефактов на ХП, здесь уже, извините, шансов не было практически никаких. Нечего больше добавить по игре. LGD немного про...